Всем огромнейший привет! Спасибо, что выглянули на мой канал. Меня зовут Новосветлова Наталья, и в этом видео я вам покажу мои пустые баночки. Вот такой вот большой пакет накопился, и если вам интересна эта тема видео, то оставайтесь вместе со мной и приятнейшего вам просмотра. Я, конечно же, все свои пустые баночки разделила по категориям. И первая категория это по уходу за лицом. И давайте уже начнем смотреть. Первое, что у меня закончилось, это от компании Mary Kay, и это вот такие вот полоски с витамином С. В сама упаковка, в этой упаковке вообще 12 пластинок. Вот три из них закончились, и в конечном счете сама упаковка закончилась на этот раз. Все выбрасываю вместе. Что же это такое? Это витамин С. Здесь такая небольшая квадратная полосочка находится. В этой упаковочке вы ее кладете на ладошку, разбавляете ее водичкой, и потом разбавляете сывороткой от компании Mary Kay. Практически подходят все сыворотки, которые есть в компании. И после использования этой полоски, знаете, такая шелковистая очень кожа напитанная, цвет лица улучшается, выравнивается цвет лица, качество кожи улучшается. Очень довольна. Вот это у меня получается, что первая упаковка вот, ну, как бы закончилась. Я для себя открыла новую, потому что мне результат понравился. Мне понравилось, что моя кожа, знаете, такая стала, во-первых, она бархатная становится. Курсом, конечно же, нужно делать, то есть два-три раза в неделю делать вот эту полоску с витамином С. Лучше, конечно же, она работает сывороткой плюс С, тогда результат просто классный. Мне показалось, и я стала замечать, что мой как-то купероз не настолько стал выраженный, не такие вот какие-то вот покраснения у меня где-то вот здесь вот на носике, здесь вот на щечках. Все как-то стало, знаете, довольно-таки спокойнее. И мне этот результат, конечно же, нравится. Так, следующее, что у меня закончилось. Следующее, что закончилось, это у меня разрезанный, видите, я все тюбики разрезаю до конца. И это у меня закончился филлер от компании Mary Kay. Очень мне понравился этот продукт. Филлер – это такой продукт из серии Time Wise Repair, из серии 45+. Но это не говорит о том, что вам нельзя, допустим, пользоваться этим продуктом. Если у вас есть какие-то морщинки, какие-то заломы, межбровка, носогубка, или вообще хотелось бы что-то улучшить, то вот этот продукт именно прям нужно закладывать в эти складки. Если же вы хотите этот филлер использовать, его можно как сыворотку, мешая с тоником, вот так смешивая, выдавив примерно сантиметр-полтора филлера, потому что здесь такой, знаете, тоненький такой носик-наконечник, и очень хорошо он выдавливается. Выдавили на ладошку сантиметр-полтора, накапали тоника, размешали. Все лучше смешивайте фирма с фирмой. Поэтому тоник тоже использовать от компании Mary Kay, тогда результат будет потрясающий. Размешали и нанесли на все лицо как сыворотку. Ну, избегая области глаз, конечно же, и очень, знаете, такое есть и разглаживание. Вот это будет, если какие-то мелкие морщинки, тоже все будет убираться, напитывается кожа. Можно использовать в разных коктейлях красоты этот филлер. То есть такой функциональный продукт. Понравился мне он, довольна я им. Хотя в самом начале я ему практически по ошибке приобрела, так скажем. Но довольна повторила еще раз. Следующее у меня закончилось. Давайте так начнем. Я всегда перед масками какие-либо использую, всегда делаю какой-либо скрабик для лица. И вот на этот раз у меня закончился скраб для лица шведский спа-салон от Oriflame. Он такой голубого цвета, ну вот примерно такой, как мои серьги. Крупинки такие, кругленькие. То есть он не травмирующий, не абразивный, но такой приятный для лица. Ну, в общем-то, вот такой вот скрабик закончился. И я вот делала маски. Первую маску вот такую сделала, это Proelixir от Faberlic. Тканевая маска. Впервые, кстати, пользовалась ей. Что хочу сказать, неплохая маска. Положительный у меня результат как-то был на лице от нее. Жидкости было много в этой маске. Хорошее увлажнение. Вот увлажнение я получила от этой маски на лице. Треактивная маска-патч для лица с гиалуроновой кислотой. Увлажнение. Увлажнение было довольно-таки неплохое. Следующее, что у меня закончилось, вот такая вот маска. Это из серии Essentials от Ariflame. Маска с макадамией. Вы знаете, эта маска такой кремообразной консистенции. И она очень хорошо напитывает кожу. Но она такая кремообразная. Держать ее нужно 20 минут. После этого вы ее смываете и там наносите свой ежедневный ход. Так, следующее также разрезанный у меня тюбик. И это у нас из Libri Derm. Крем для век широкого действия. Для кожи вокруг глаз. Вот такая вот упаковка у этого крема для век. Слабоватый крем, скажу вам сразу. Особого какого-то результата мне ждать от него не пришлось. Я не скажу, что он как-то увлажнял хорошо или еще что-то. Но, в общем-то, был у меня долго. Потому что я им то пользовалась, то нет. То опять думаю, ну что ты стоишь. Нужно тебя как-то закончить. Вы знаете, я потом уже в конце, я использую всегда крема для глаз, для профилактики вокруг губ. Это для того, чтобы не появлялась кисетная сетка. И наношу вот сюда вокруг ушей, около козелка уха. Для того, чтобы вот здесь вот морщинка не появлялась. Я потом уже просто его домазывала вокруг вот здесь вот губ и вот здесь. Потому что крем не дешевый, я вам скажу, Libri Derm. Это крем не из дешевых, но такой прям средненький, ледненький. Следующее. Это у нас, у дочки закончился фейс, тоник для лица от Reflame из линейки Love Nature. Я люблю, как пахнет аромат. Она говорит, мам, мне уже так надоел Love Nature. Вот у нее Love Nature, а именно аромат алоэ. Говорит, уже хочется чего-то другого. Но мне нравится аромат, именно такой легкий, хороший, хороший тоник. Так, и что у нас еще? И, собственно говоря, вот этот вот тоник я просто выбрасываю. Видите, у меня там появились какие-то, вам видно, медузки, такие как хлопья. Не знаю, с чем это связано, но, в общем-то, видите, белое что-то. Да, жалко, тоник с ромашкой клевый, но вот что-то. Хотя, ну, срок годности прям уже скоро бы это, да. Ну, короче, в общем, вот такая вот фигня. Навела ревизию и, в общем, его выбрасываю. Сразу на большое удивление. Из декоративной косметики довольно-таки относительно вот предыдущих видео, мне кажется, много что закончилось. Первое, что покажу вам, тоже разрезанный до конца тюбик, у меня закончился база под тени от компании Mary Kay. Мне очень понравилась. Хорошая база, все держалось замечательно. Не знаю, вот видно, я вам думаю. Наносила и на верхнее веко, и на нижнее. Тени дольше держатся, прям так ложатся хорошо. На эту базу пробовала наносить разные тени разных марок. Все, что у меня есть, в общем, отличное. Повторила. Так, следующее, что я от чего была тоже в восторге. Это подводочный карандаш от компании Mary Kay. В бирюзовом оттенке, как вот здесь вот этот вот ободок. Отличный карандаш именно в плане цвета. Ну, так все тоже замечательно. Точилочка здесь есть, в общем-то, если нужны. Но я и не пользовалась. И он такой, карандаш выкручивающийся. Повторила. Ой, следующее, что у меня закончилось, это фиксатор для макияжа от Reflame is the one. Полюбила я фиксаторы. Просто вообще, мне кажется, и макияж лучше держится, и блеск не так быстро появляется. И вот макияж не реагирует так на перепады из холода в тепло, из тепла в холод. Ну, в общем-то, тоже повторила. Так, следующее. Закончилась вот такая вот тушь из линейки Zewan. Какая классная была тушь. Сейчас такие вот уже не продаются. Но это тушь такой, знаете, с большой, видно вам, вот с такой вот большой пушистой кисточкой. Прям вообще вот такая вот прям крутышка. Ресницы были такие крутые. Просто. Тоналка Zewan у дочки закончилась. Закончилась в 61-е. Fire Nude. Отличные тоналки. Как бы все по цвету подходило. Так, ну и что это у нас уже? В общем-то, это такие тенюшки для бровей. В светлом и в темном оттенке. Допользовались до конца. Видите, остался только у нас воск неиспользованный. В общем-то, у нас этот продукт, знаете, как сейчас получается? Темным, допустим, я пользуюсь, а светлым пользуется дочка. И у нас до конца, вот в этот раз получилось, что эта упаковка вот закончилась. Просто до конца вымазали все. Но воск не был используем ни у меня, ни у нее. Не знаю почему. Но как бы мне больше нравится там брови укладывать. Тин для бровей, там тушь для бровей, там или еще там что-то. Но именно вот не воск вот это вот. Ну, что-то пока не оценилила. Ни она, ни я. Перейдем к категории уже тела, зубы, волосы. Что у нас тут, в общем-то, есть. Так, вот такой вот интересненький продукт. Это от компании Тианде. Закончилась соль для тела с женьшинем. Интересная вот такая вот соль. Она такое ощущение, что имеет какую-то такую вспененную консистенцию. И получается, что после того, как вы тело там с гелем, там можно даже с крабиком, и вот этой солью просто вот так вот тело руками намазываете, да, этой солью. Ну, получается аромат женьшиня, что-то такое натуральное. И кожа после этого, знаете, такая скрипучая, ну, клевая. Так, ну, тоже после моей тут ревизии. Фитокосметика, нежное масло, скраб для душа, миндали, лифтинг эффект. Вот такой покупала в фикс-прайсе, просто выбрасываю. Мне не понравилось. Оно не пенится, особо не скрабирует, но зато в ванной столько песка на дне получается, что эффекта ноль, а канализация просто забивается. Мне это вообще просто вот, ну, убило напрочь. Следующее, что у меня тоже разрезано, это крем для рук со змеином жиром от компании Тиандэ. Крем со змеей мамушей, вот такой вот. Видите, змея тут нарисована, вот такая вот. Очень мне понравился крем, хороший, уже не первый раз он у меня заканчивается. Он такой плотненький, жирненький, хорошенький. Так, мне подруга присылала, значит, крем для тела с 24-каратным золотом, такой вот пробник. Это из Латвии, такой вот, попробую аромат, просто бомбезный. Я думаю, у меня там еще есть, что попробовать из Латвии. Я, в общем-то, мне вот понравился. Знаете, пахнет, мне как показалось, таким вином. Думаю, что же как будто вино, что-то такое, вот аромат. А здесь, получается, у нас содержит колодное золото, экстракт граната и органовое масло. Кожа после вообще сказочная. Но у меня чисто пробнички только. Вообще суперпродукт, очень довольна. Так, ну, следующее. Это тоже с гранатом гель для душа от Reflav. Хороший, хороший, уже такой дизайн, да, которого в каталоге нет. Ну, вот у меня последние уже запасики в таком дизайне начинают. Все, наверное, практически заканчивается. Все остальное пойдет уже в новом дизайне. Отличный гель для душа. Все замечательно. Так, из серии для волос закончился шампунь Элео. Очень его люблю. Если вы не пробовали, рекомендую вам его попробовать. Волосы, знаете, такие шелковистые, ухоженные. Конечно же, советую вам попробовать всю серию. Это и шампунь, и кондиционер, и маска, и масло Элео. Тогда вообще супер-пупер такой будет результат. Очень крутой. И, знаете, такие волосы будут как из салона. Только все это можно дома. Так, вот закончился у меня из линейки Хайрекс. Тоже такой вот кондиционер. Такого уже, кстати, нету. Для линейки для роста волос. Так, перейдем к зубным пастам. Очень любимая моим сыном зубная паста от Арифлейм. Тоже, видите, все разрезано. Травяная. Я даже не думала. Я к ней вообще абсолютно. Ну так, спокойно, травяная, травяная. Он мне говорит, что... Ах, прям ментольчиком. Ах, как пахнет. Он говорит, что мама, это моя самая любимая зубная паста. Именно вот эта вот зелененькая закончилась. Но это моя самая любимая. Мне подходящая зубная паста. Зубная паста от Тиандэ, как оказалось. И это именно зубная паста для тех, у кого чувствительный зуб. Ах, я тоже, видите, до конца все разрезала. Это у нас зубная паста океанический жемчуг. Ах, уже совсем, знаете, так по-другому пахнет. Да, это у нас зубная паста океанический жемчуг. В общем-то, довольна ей была. Все как бы вообще супер было. Ну и тут неожиданно и очень неожиданно у дочки закончился вот такой вот парфюм Дисней. Тут такая, кто у нас тут, Белль сидит, да, вот. Это вообще из таких уже загашников, запасников, ну такой парфюничек. Знаешь, тебе такой, ну пахнет каким-то, я не знаю, компотиком. Хотя вот этот вот, знаете, флакон по факту получается, что функциональный. Можно его еще хоть как использовать. Можно с какого-нибудь средства для волос перелить или еще там что-то. Но я не знаю, даже с собой в дорогу взять, потому что здесь 100 миллилитров такой вот объем. Не знаю. Ну, в общем, может быть, этому флакону дать еще какую-нибудь вторую жизнь, как вы считаете. Пусть еще поживет, посуществует. Ну, в общем-то, парфюмчик такой пахнущий компотиком для девочек. Отличный, я считаю. Следующая категория, это у нас категория здоровья. И здесь закончилось у меня несколько продуктов. Покупала на сайте iHerb в совместных закупках вот такой MaxiHire Country Life 90 таблеток. Ну, видите, такая наклейка. Тут мне наклеили ее в совместных закупках. Я ее оторвала. Ну, в общем, вот все, что видно. Продукт мне понравился. Какой-то снегопад волос, я хочу вам сказать, что закончился. И даже стали расти какие-то, вы знаете, ну, такое ощущение, что вот новые как бы волосы, как-то объем вот улучшился. Мне, в общем-то, понравился этот продукт. Хотела его повторить, опять же, в совместных закупках, но его не было. На складе заказала, в общем-то, что-то другое. Так что витамины мне вот эти понравились. Следующая из линейки Wellness от, высвечивает, от Reflame. Рыбий жир, я думаю, что все его знают. Очень, в общем, быстренько закончился пили. От компании Тиандем я пила фито-чай с додником китайским и боровой маткой для женщин. Чередую чаи, пью разные. Поэтому вот именно там женских несколько. Я два между собой чередую. И мне как бы, в принципе, нравится, как я себя чувствую. Так, давайте перейдем к категории по из бытовой химии. Что закончилось? Вот такой вот большой освежитель воздуха Gold. Освежитель воздуха 2 в 1. Фикс прайс покупали. Кстати, знаете, ничего, нормально работал и нейтрализовал запах. Для своей цены он вообще очень даже здорово работал. Следующий вот такой. Вот закончился спрей от Faberlico, освежитель воздуха, зимние ягоды. Ну, этот вообще крутой, классный. Я вот его вам советую. У меня все уже запасы Faberlico просто. Наверное, уже все закончились. Вот этот мне, ну, по сравнению с этим, конечно, понравился. Вот этот вот без разговора. А этот, ну, так чисто, как сказать. Что вот мне понравилось точно, это вот Glorix. Я покупала вот такую бутылку для мытья пола, столов. Тут можно что ли, что-то, кухни. Ну, только мыли пол. Очищает, дезинфицирует, удаляет аллергены. Лимонная энергия. Отличный продукт. Вообще, мне вот он очень понравился. Так, ну и следующее. А это у нас две вот такие вот коробки. Это Самат и Бриллео. И, вы знаете, когда я покупаю вот это Бриллео, я думаю, почему так? У меня быстро посудомойка все-таки показывает, что сейчас мы вообще перешли и моем посуду в посудомойке каждый день. Вот, вот, вот да, вот так. Думаю, почему так быстро она мне показывает, что опять закончилась соль? Так, дело в том, что я просто не обращала внимания, что здесь один килограмм. Хотя здесь, знаете, вот такие вот, как здесь нарисованы, вот такие вот крупные гранулы. Я думаю, ну, наверное, они долго очень растворяются. Ну, вот они, да, вот такие вот прям гранулы, когда засыпаешь. Ну, нет же. Вот, купив вот этот вот Самат, здесь полтора килограмма, мне кажется, он у меня дольше, дольше вообще. Ну, пока еще посудомойка не показывает. Хотя здесь просто вот такой, вот, знаете, обычный порошок. Хотя, казалось бы, гранулы будут растворяться, наверное, дольше. Но нет, нет и нет. В общем-то, Самат, наверное, все-таки лучше. Ну, как бы, мне, конечно, не принципиально, что там для посудомойки использовать. Что появляется по более выгодным ценам все-таки? Ну, это же, знаете, как бы соль. Ну, как бы, да, это не еда, не лицо, а посудомойка. Ну, понятно, что это, да. Но это для соли, чтобы не было образования налета, там того всего. В общем, какой будет по более выгодным ценам, то я буду приобретать. Но мне кажется, раз тут объема больше, соответственно, дольше и хватает. Ну, вроде как я ничего не упустила. Все вам показала, все пустые баночки на этот раз. Надеюсь, что для вас это видео было интересным и полезным. Если так, то ставьте пальчики вверх. Задавайте вопросы, пишите комментарии. Напишите, что вы интересного за это время попробовали. Что бы посоветовали мне присмотреть. Присмотреть, приобрести, попробовать. Ну, я буду с вами прощаться. Обнимаю вас очень крепко. Целую. И всем вам пока-пока. И до новых встреч, конечно же, на канале. Не забывайте подписываться. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...